Более 20 жителей Тверской области получили первое удостоверение участников специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась в новом областном военкомате на улице Баталова. Наша съемочная группа пообщалась с участниками мероприятий, среди которых были не только сами ветераны боевых действий. Еще в марте федеральное правительство приняло решение о выдаче удостоверения ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции. Данный статус предполагает получение мер господдержки, как для тех, кто сражался с украинскими националистами, так и для их семей. Во вторник в Твери состоялась первая церемония вручения этих документов. Среди получивших 20-летний Николай Самсонов, который воевал механиком-водителем БМП. Мне кажется, это мой долг. Каждый мужчина должен выполнить его. Так я выразил свою любовь к родине. Я поехал на СВО и думаю, еще раз поеду. Среди тех, кому вручали удостоверение, было очень много взрослых мужчин, у которых уже и дети выросли. Как, например, у Дмитрия Воронцова, который отмечает, что жене и его сыну не просто далось осознание того, что он добровольцем едет на СВО. Но в итоге Дмитрий целым и невредимым вернулся домой. При том, что воевал не Абакем, а пулеметчиком-штурмовиком. В бою это очень основная единица. То есть от него много чего зависит. У меня было штурмовое подразделение. Если нет пулемета, штурм особо невозможен. Какой у вас пулемет был? АПК. Как он оказался в бою? Нормально. Получали удостоверение не только сами участники боевых действий, но и их родственники. А все потому, что непосредственно военнослужащий и в эти минуты находятся на фронте. Как, например, 29-летний сын Людмилы Смирновой. Был под Сватово, а сейчас вот он говорил, сейчас вот была связь с ним. Сейчас в Белгородской области их туда перевели, вот где вот диверсионная группа была. Сейчас там в Белгородской области. У него жена и дочка. Все ждем. Все ждем. Выступая перед собравшимися, военный комиссар Тверской области отметил, что среди жителей Верхней Волжи уже немало участников боевых действий против украинских националистов. Жизнь не стоит на месте. Мы понимаем, что эта элита, она должна быть организована в какое-то, скажем так, структурное подразделение в виде там ассоциации ветеранов, участников ИСВО. И мы сегодня начнем эту ассоциацию формировать. Ну а кроме того, в областном военном комиссариате уже готовят к выдаче новые удостоверения участников боевых действий. В ближайшее время их получат еще 28 жителей Тверской области. Продолжение следует...